просто берем вот так вот и скидываем его вниз можно спокойно взять и зажечь горелку привет добро пожаловать на канале рубикон и в этом видео я решил поговорить о проблемах замерзания газа в зимних походах ну вообще в любых холодных походах с минусовой температурой в чем вообще заключаются эти проблемы откуда они берутся а также способы решения проблем связанных с замерзанием газа в походе так что вот так вот но прежде чем все это начнется подписывайтесь на канал кто еще не подписан и жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски поехали и так чтобы разобраться с проблемами замерзания газа в туристических зимних походах нужно понимать принцип работы газовых горелок вообще сейчас я попытаюсь все это дело вам объяснить во первых нужно понимать что газ бывает как в газообразной форме так и в жидкой и вот горит он только когда находится в газообразной форме то есть пока он жидкий пока он замерзший холодный он не будет гореть а теперь что касается газовых баллонов а в них используется смесь газов а чаще всего трех бутан изобутан и пропан и в чем разница этих трех газов а температура кипения то есть температура кипения бутана минус 0 5 градусов а изобутана минус 11 а пропана минус 42 градуса температура кипения и вот смесь этих газов как раз делает газовый баллон так сказать универсальным то есть его можно использовать как в плюс так и в минус но вы скажете давайте для зимы просто пропаном заполним и все будет вообще круто минус 40 там можно будет спокойно жарить на самом деле этого делать нельзя потому что если вы этот баллон с пропаном перенесете в тепло вы просто разорвет да его скорее всего даже в походе разорвет когда вы его а ну просто прикроете ветрозащитой начнете его подогревать он взорвется сразу то есть так делать нельзя поэтому используется смесь смесь газов и вот для зимних походов а существует смеси без пропана ой без бутана то есть без теплолюбивого газа как раз то есть который рассчитан только на минус то есть там изобутан и пропан такие смеси найти сложно но если вы их найдете то есть они как раз будут заточены под зимние походы то есть имейте ввиду второй способ чтобы решить проблему замерзания это обкладывать газовую горелку и ну ветрозащиту то есть делать какую-то либо камнями либо вот как как у меня ветрозащита есть сейчас я ее к сожалению не взял я просто забыл ее но я вам сброшу ссылочку на нее в описании как всегда и на горелочку кстати да и вот смотрите и третий способ сохранить так сказать работоспособность газовой системы в зимнем походе это использовать горелки с подогревом газа то есть есть такие горелки у которых газ проходит около пламени то есть там через трубку через специальную латунную трубку проходит газ сначала мимо огонька ну где тепло а потом он уже подается то есть он становится газообразным а потом подается уже и все нормально работает но все равно надо понимать что на морозе в первую очередь расходуется пропан то есть который именно рассчитан на холод и вот когда он израсходуется а он израсходуется прям в первую очередь у вас останется только бутан и изобутан и вот они просто перестанут работать у вас баллон будет наполовину полный он будет прям вот нормальный такой там 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 чувствуется, что что-то есть, но на морозе он будет просто жидким, он не будет газообразным, он по-любому просто, вы будете его тащить с собой и все. То есть это реально проблема, то есть нужно об этом позаботиться заранее. То есть вот эти вот сложности, которые возникают в зимних походах, с ними должен знаком каждый быть и подготовиться заранее. Я вам оставлю ссылочки на горелку со специальным подогревом газа, а также на ветрозащиту и горелочку, которую я использую сам. Она у меня сейчас работает, сейчас всего лишь минус 5 градусов где-то, поэтому проблем не возникнет. Но вы, на будущее, зрители, имейте в виду, что если отправляетесь в какие-то зимние походы, позаботьтесь об этом заранее, купите ветрозащиту, либо будьте готовы сделать ее из чего-нибудь подручного. Также необходимо использовать под дно баллона какую-то подстилку, либо, вот как у меня, вот такую вот треногу, то есть чтобы газовый баллон не просто на снегу лежал, а хотя бы упирался. То есть вот этим. Но, честно говоря, вот такое вот дно тоже нельзя допускать. Его нужно вот на такую вот какую-то подкладку ставить. В идеале это должно быть что-то фольгированное такое, чтобы прям тепло отражало. Но это что касается морозов. Вот так вот. Ну и, конечно, находясь в зимних походах, перед тем, как использовать газовый баллон, его нужно подогреть. Ну, хотя бы под куртку там на часок засунуть. То есть если вы в зимнем походе там ночью спите, ну, не на всю ночь, ну, хотя бы вот под утро там проснитесь, там заведите бутильник, киньте там, может, рядом со спальником куда-то, ну, где тепло. Ну, только будьте аккуратны, потому что газ, он может начать выделяться из баллона, и можно реально задохнуться просто. Это очень опасно. Но я вам советую лучше просто выйдя уже из палатки, под куртку его засунуть и просто сделать зарядку. Вы просто сделаете зарядку, сами разогреетесь, и баллон разогреется. То есть это будет и приятно, и полезно, и вообще необходимое. То есть, на мой взгляд, это самый идеальный вариант. И опять же, я повторюсь, газовый баллон нужно обкладывать чем-то. Ветер – это не самое главное. Самое главное то, что газ, он сам по себе замерзает просто. А когда он будет обложен вот так вот ветрозащитой там, или просто какой-то снежной такой небольшой вот конструкции, внутри будет тепло. То есть, ну, не жарко, конечно, это же все-таки снег, но тепло, этого будет достаточно, чтобы газ уже перешел из жидкой в газообразную форму. И он будет работать, то есть все будет хорошо. Самое главное – не унывать, все будет отлично. Теперь вы знаете, как вести себя с газом, с газовыми горелками, если пошли в зимний поход. Кому понравилось мое видео, поставьте лайк и прокомментируйте его. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А у меня кипит уже водичка, и я заварю себе сейчас киселя. Я взял с собой кисель, и сейчас я его испью. Спасибо за просмотр данного ролика. Если кто досмотрел до этого момента, огромный респект. Мусор с собой всегда. Ааа, класс! Можно, конечно, не прибегать к горелкам, а просто взять термос. Ну, если у вас поход на пару часов. Зимний, опять же, я повторюсь. В общем, такие пироги. Теперь вы вооружены информацией касательно газа и проблем, связанных с газом в зимних походах. С вами был Андрей. И до новых встреч. Не болейте. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!